Климат-контроль помещений и даже автоматический душ для коров. По технологической начинке эта ферма сегодня одна из самых лучших в России. Внимание к деталям, здесь основной принцип работы. Если буренке станет жарко, сработают датчики температуры и включат систему охлаждения. А если вдруг результаты анализов животного не будут соответствовать норме, сразу же поменяют рацион питания. При этом все условия содержания пытаются максимально приблизить к естественной среде. Здесь содержание на песке, это неорганическая подстилка. То есть если раньше было принято держать на соломе, там очень много всяких патогенов. Это, наверное, самое худшее из подстилок, что можно. А песок является нейтральным. И благодаря этому мы получаем качество молока. То есть мы получаем менее проблем со спалением вымени. Соответственно, животное меньше болеет и больше дает молока. Открывать новую ферму приехал губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев посмотрел стойло и доильный цех. Весь комплекс рассчитан более чем на полторы тысячи коров. И это только первая очередь. В планах у инвестора построить еще две современные фермы. Конечно, сегодня инвестиции должны быть в молочную отрасль. Чтобы молочное стадо росло. Чтобы семейные фермы создавались и тоже росли. Чтобы господдержка была и тоже росла. Потому что, безусловно, сегодня живут наводства без господдержки никак. Такие подобные фермы, предприятия, рабочие места – раз. Гарантированная зарплата – два. Налоги – три. А самое главное – это развитие территории. Развитие села. Это жизнь просто на селе. Вот что сегодня нужно. Вот эту возможность нужно снова дать. На селе возможность не просто работы, а выбора рабочего места. Власть должна обеспечить. Комплекс пока запущен только в тестовом режиме. Как только предприятие выйдет на полную мощность, планируют достичь практически рекордных надоев. В год только от одной коровы будут получать около 12 тысяч литров молока. Это в два раза выше, чем во многих европейских странах. Самые главные слова вы сказали, что мы сегодня количество молока получаем больше, чем получают в Европе от коровы. И больше никаких доказательств уже не нужно. Потому что у нас сегодня современнейшие фермы, которые лучше, чем европейские фермы. Всего же за год в Крае получили почти полтора миллиона тонн молока. О развитии отрасли глава региона говорит с фермерами и руководителями ведущих перерабатывающих предприятий Края. За круглый стол участники совещания собрались сразу после экскурсии по новому комплексу. Это, кстати, одна из аудиторий, где будут проводить обучающие занятия для сотрудников. Чтобы создавать такие современные фермы, регион и дальше обещает сохранить господдержку. Помощь окажут и в реконструкции уже существующих предприятий. А для развития небольших животноводческих хозяйств в этом году выделят 196 миллионов рублей. Ведь именно на семейные фермы приходится почти половина всего надоя в Крае. Сегодня мы можем гордиться, что 40% от всего произведенного на Кубани молока – это малые формы. То есть в том числе это семейные фермы, которые сегодня мы активно поддерживаем. И сегодня малые животноводческие фермы дают нам 40% всего объема молока, который мы на Кубани. Сегодня получаем, давайте наращивать, в том числе и поддержку, господдержку малым животноводческим фермам. В кратчайшие сроки в регионе планируют нарастить производство молока на 400 тысяч тонн. А уже к 2030 году получать больше 2 миллионов тонн. Это практически в полтора раза больше, чем сейчас. А значит предстоит большая работа, чтобы кубанское молоко стало конкурентоспособным, обращает внимание Венемин Кондратьев. Ведь рынок сегодня завален фальсификатом, а разбавленный водой молочный порошок существенно дешевле. Краснодарский край сохраняет второе место в стране по производству молока в сельхозорганизациях. При этом мы лидируем по переработке молочной продукции. Сегодня лидировать-то можно, но самый главный вопрос – гарантированный избыт молочной продукции. А вот сегодня с этим возникла проблема. И не потому, что она неконкурентоспособная, а потому что конкурировать с суррогатом молочным невозможно сегодня. Это не конкуренция, это непонятное вообще вакханальное, которое отчасти сегодня на молочном рынке происходит. И сегодня президент четко поставил задачу с ней покончить. В Госдуме этот вопрос обсуждается. И, кстати, Аграрный комитет полностью все поддерживает и уголовное наказание за то, что это производится. И я считаю, что здесь должно быть больше инициативы, инициативы даже наших, нас здесь с мест. Потому что только таким образом мы можем очистить рынок. И только тогда мы сможем продавать честную, хорошую продукцию. Давайте действенное обращение составим. Я говорю, на премьер-министр, если там серьезный уровень проблем на президента, попросим просто поддержку. Бороться с фальсификатом будут и с помощью электронной сертификации молока. Это позволит отследить историю продукта чуть ли не от коровы до прилавка. Заработает система уже с 1 июля. Электронная сертификация сегодня дает возможность быстрого мониторинга продукта, то есть введенного в сеть или произведенного на перерабатывающем предприятии, для того, чтобы уже там, во-первых, будут в этом электронном сертификате все качественные характеристики. То есть там не будет подделок. Сейчас все с бумажками ходят. Эту бумажку можно подделать, принести и отдать. А введением системы электронной сертификации позволит сегодня отслеживать эти процессы. Принцип будет работать как эгоиз. Полностью обеспечить Кубань натуральными молочными продуктами сегодня задача государственной важности. И чтобы ее выполнить, у региона есть все возможности. Ресурс отрасли в Краснодарском крае просто огромен. И подтверждение тому новые мегафермы и небольшие семейные хозяйства. Ведь именно развивая агропромышленный комплекс, будут и дальше развиваться кубанские станицы и поселки. Село – это жизнь, потом вековая жизнь нашей Кубани. Поверьте, друзья, мы не можем, не имеем права ее обрушить или остановить. Вы болеете этим, вы этим живете, это тоже сегодня ваша жизнь. Мы должны все объединиться. И неважно, в кооператив или в одну огромную агропромышленную семью, поверьте. На зависть другим регионам, которые, может быть, не настолько активны и не настолько сплоченные, как мы, как вы. Это надо высоко оценить. Вы молодцы, потому что плечом к плечу можно пройти любые расстояния и любые преодолеть преграды. Мария Крошина, Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Маскаленко, Кубань, 24, Павловский район.